Привет! А в этом видео мы с бабушкой специи расскажем и покажем, как приготовить картофель в майонезе, запеченный в духовке. Сытная, ароматная картошка, запеченная в духовке. Запеченная картошка в майонезе может быть подана как гарнир или как самостоятельное блюдо. Отлично сочетается со свежими овощами и овощными салатами. Готовится блюдо очень просто и быстро. Ингредиенты для приготовления картофеля в майонезе запеченного. Картофель 400 грамм, майонез 3 столовые ложки, чеснок 1 зубчик, соль по вкусу. Основной этап приготовления. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Картофель лучше использовать молодой, но если его нет, то подойдет и прошлогодний. Майонез предпочтительнее домашний, собственного производства. Магазинный майонез совсем не полезен, а даже в какой-то степени вреден. Картофель помойте, очистите. Старайтесь срезать тоненькую кожицу. Ножом это сделать не так-то просто, поэтому мы рекомендуем пользоваться овощечисткой. Она отлично очистит картофель. Нарежьте очищенный картофель любым удобным способом. У нас это полукружки, но могут быть и кружочки и кубики. Главное, не мельчите при нарезке, а то картофель превратится при запекании в пюре, а он все-таки должен держать форму. Посолите нарезанный картофель. Добавьте измельченный чеснок. Мы натираем его на мелкой терке, но также можно измельчить чеснок ножом или пропустить его через пресс. Если по каким-то причинам у вас нет свежего чеснока, смело меняйте его на чесночный порошок. Добавьте майонез. Конечно, при желании вместо майонеза можно использовать и сметану, и густой йогурт, и жирные сливки. Все хорошо, перемешайте. Также на этом этапе вы можете добавить в картофель и свои любимые специи, и приправы. Вполне подойдут сюда и прованские травы, и тимьян, и розмарин, и просто молотый душистый перец или паприка. А может быть это будет и натертый сыр. Выбирайте на свой вкус. В жаропрочную форму выложите картофель. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 35-40 минут. Можно накрыть форму фольгой, тогда картофель получится тушеным. А можно открыть за 10 минут до окончания запекания, тогда будет легкая хрустящая золотая корочка. Если же вам больше по душе хрустящий вариант блюда, то не накрывайте форму фольгой вообще. Такой картофель вкусен и в горячем, в холодном виде. Можно подать его как самостоятельное блюдо, оно очень самодостаточное и сытное. А можно подавать в виде гарнира к мясным и рыбным блюдам, но это будет уже очень сытно. Попробуйте и вы приготовить картофель в майонезе, запеченный в духовке, по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!